Фултон Маркет Филмс представляет Совместно с Хэрольд Стрит Медиа Тейлор Виль, штат Иллинойс, 2007 Администрация тюрьмы Получилось Даже мрачнее, чем мой офис Заключённый справа Мистер Томас, я Линкольн Грум Спасибо, что согласились встретиться Вы ехали из самого Баттен Руш Так почему бы мне вас не послушать? Я представитель администрации округа Плакимин Ясно Так вот, зачастую, когда в нашем округе кто-то умирает, он умирает без родни, не оставив завещания, никак не выразив свою последнюю волю И вот я, копаясь в жизни покойного, разыскиваю любые активы, которые покроют расходы округа на похороны А если активов оказывается больше, я имею право ими распорядиться Вы хотите продать что-то из этих активов? Полтора месяца назад мужик выпрыгнул с шестого этажа с простыней на шее Его звали Рэй Уокер Вам знакомо это имя? Полагаю, ответ вам известен Он мало что оставил Никто не востребовал тело Как печально Но у него был склад с климат-контролем, битком, набитый винилом Тысячами пластинок Я плохо представляю, какая ужасная трагедия привела вас в тюрьму, мистер Томас И не собираюсь таскать вас по судам Может, скажете, что вам от меня нужно? Хорошо, как я уже сказал У меня хранится ключ от того склада Я понял, что в этой куче хлама есть то, что вы желаете получить И я пришел спросить, насколько велико ваше желание В погоне за блюзом Не знаю, чего мне хочется Сладкого или соленого Возьми и того, и другое Что ж, так и сделаю Спасибо Как ты оказался в этой жуткой дыре? Кинмунди, штат Иллинойс Хочешь стырить мою гитару? Хочу, но сначала дождусь, пока ты уснешь Ну, много за нее не выручишь У меня она появилась лет в 15 И я стала на ней зарабатывать Так ты музыкант? Дай угадаю Едешь на юг, где исполнятся мечты? Да, вроде того Ты играешь? Нет Но я фанат В смысле? Ты просто любишь музыку? Все ее любят Я собирал пластинки Ладно, тогда Ты, наверное, знаешь эту Уже не мальчик, должен помнить Боже мой Спасибо Я Аллан Ванесса Какая лучшая песня в твоей коллекции? Самая лучшая? В смысле, музыки? Самая душевная или самая ценная? Поставлю вопрос индустрии Если бы ты мог получить любую пластинку в мире Что бы ты выбрал? Что? Ладно Расскажу одну занятную историю Позвони, когда будет удобно Мой номер Чикаго 1987 311-811-811-2-5-0-1 До связи, друг Привет Привет Это Тим из Кейбл-Вижн Алан Привет Пару месяцев назад я обещал позвонить Если мне попадется чертова туча пластинок Так вот Есть старушка на гайдпарк Совсем бабулечка У нее немеряно пластинок И я подумал, ты захочешь заглянуть к ней И посмотреть Помнится, ты что-то говорил про вознаграждение Давай обсудим чуть позже Итак Эта песня времен Сухого Закона Показывает, как недовольство простого народа Начало прорываться в музыку того периода Горю от жажды Сил нет терпеть Друзья бухают Я сохну по тебе Не знал, что я тебя так сильно полюблю Буху 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 Эй, Алан Есть один вопрос Но мы быстро пришли к общему мнению, да? Если бы ты мог провести особый урок на дому Наедине с десятиклассницей Кого бы ты выбрал? Если я понял твой намек, уволь меня от этого разговора Мы просто озвучиваем то, что думают все Даже мисс Линдси Мерзость Ну, не сейчас же А типа В будущем Это как прогноз урожая через три года А? Алан? Тренируй фантазию, Алан Чёртовы, клоуны А может, это мальчик? Включай Включай Алло Привет, Тим Это Тим? Я Алан Томас Ты звонил по поводу пластинок на Гайд Парк А, да Привет Сейчас только поищу адрес Ты даже не представляешь, сколько у неё пластинок Это что-то А ты вроде в теме Тащишься, Атлет Зеппелин? Скорее, Атлет Билли О, ещё круче Точно? А, кстати, кто это? На второй стороне Песня «Блэк Дормэн» Это моя Послушай Зацени Хорошего дня Галстук в субботу? Училка вышел на охоту Зачем Белый сюда притащился? Я коллекционер, Пол, в отличие от тебя К тому же я был неподалёку у друга Дай, думаю, взгляну, какой хлам ты пытаешься втюхать сегодня Серьёзно? Честная цена У меня есть кое-что интересное Ну что уж, посмотрим Мэрион Абернати 43-й год До ухода в Спешлти Рекордс Очень редкая Была, пока не обнаружилась Вот токенная стопка этих пластинок На складе в Клируоттере Найдёшь оригинал, поговорим Это же народная музыка, училка Снобизм в блюзе просто нонсенс А белый сноб в блюзе просто козёл Знаешь, в чём проблема твоей лавочки? В чём же? Если бы эта пластинка была стоящей, ты бы не стал мне её продавать Любая пластинка, которую ты втюхиваешь, не стоит ломаного гроша Вот в чём проблема Я в тысячу раз честнее тебя Неужели? Зачем ты сюда припёрся? Выискал по некрологам беднягу, которому дедушка оставил кучу пластинок? Да Вот видишь, ты не коллекционер, ты падальщик Ты хоть слушаешь пластинки, которые у тебя есть? Ты не можешь чувствовать музыку, и вместо этого пытаешься ею обладать Ты вредишь своей душе, училка Вредишь душе Удачи, Собернати Спасибо, я чувствую музыку Я люблю свои пластинки, я ими живу Миссис Уокер, я... Алло Миссис Уокер, я по поводу... Алло, там кто-нибудь есть? Алло Вы там? Да Здравствуйте, миссис Уокер, я Аллен Томас, я звонил насчёт... Сынок, не надо кричать с лестницы Мама говорила, любовь в состоянии понизить голос Да, мам Простите, меня зовут Аллен Приятно познакомиться, Аллен Я смотрю, ты упарился Как тебе такая жара? Не слишком Не слишком нравится Я уже говорил, что преподаю в школе Значит, учитель У нас внизу жил прекрасный учитель, красавец Честно сказать, я сохла по нему, конечно, после смерти мужа Он тоже был белый Учитель, а не мой муж, слава богу Господи, прости меня, Говард Что ж, добро пожаловать, Аллен Не врать, не материться Может, хочешь холодного чая? Аллен Да, конечно Спасибо Вот же Чёрт Ты как будто увидел дьявола в банном халате Можно мне в уборную? Да Это здесь, вторая дверь налево Чай я оставлю тут Хорошо, спасибо огромное Боже мой Боже мой Чикаго, 1938 Август 1938 Повар из Миссисипи, Джимми Кейн Болдуин Пришёл в чикагский офис Цицера Рекордс На прослушивании У него не было денег А на левой руке всего три пальца Но Цицера превращала парней с улицы в звёзд Звукоинженер Марвин Паундер Велел ему сыграть пару аккордов Прямо в холи Ради хохма Не дослушав и полминуты Он привёл Ирвинга Данна Печально известного основателя Цицера Рекордс Давай, парень Паундер говорил, что у него мурашки бежали по телу Всё равно, что открыть Роберта Джонсона Или Сона Хауса Они записали Джимми тем же вечером Дан хотел выпустить пластинку до конца лета Он всем раструбил о своей недавней находке А Паундер договорился, чтобы студийные музыканты Подыграли Джимми на рояле и на трубе Джимми тоже торопился Вот только он никому не сказал Почему приехал в Чикаго записывать пластинку Он был объявлен в розыск в штате Миссисипи За что? За убийство своей подруги Бетти Шарпер Он 37 раз проткнул её ножом для мяса Чёрт Джимми сыграл 4 раза Но даже первый дубль Марвин счёл пригодным На первом дубле он написал «Смерть дубль 1» На других «Смерть дубль 2», «Смерть дубль 3» и «Смерть дубль 4» Джимми хотел уехать, но Ирвин Дан не спешил доставать деньги из сейфа Или где они у него хранились Джимми торчал в студии И Марвин дал ему послушать его же запись И тут началась чертовщина В конце первого куплета Джимми послышались крики женщины Джимми ужасно нервничал, пока звукооператоры искали источник звука Марвин ничего не слышал и позвал Данна и администратора Он терялся в догадках, но тут Джимми начал шептать Бетти, Бетти, Бетти Марвин спросил, что за Бетти Но Джимми всё повторял, Бетти, Бетти Проклятая ведьма! Марвин послал за сигаретами и виски, чтобы успокоить Джимми Но это не помогло Джимми схватил пластинку и разбил её А затем выбежал на Цицера-авеню Насколько известно любителям блюза Больше Джимми Кейна Болдуина никто не видел Почему не все слышали эти крики? Говорят только те, у кого убийство в душе Слышат крики Бетти А что с остальными копиями? Другими дублями Секретарша, с которой, кстати, спал Дан, сказала, что на этих пластинках слышен голос дьявола Поэтому Дан, хоть в это и не верил, не позволил Паундеру выпустить пластинку Тогда Марвин взял себе лучший дубль, а остальные два отдал музыкантам На память о самом странном и жутком дне в их карьере И что? В течение недели оба, пианист и трубач, скончались Один от передозировки морфия Второй спрыгнул с крыши на Стэд-стрит Марвин считал, что запись свела их с ума Он был уверен, что они ставили ее снова и снова, пока не свихнулись и не погибли Тогда Марвин разбил свою пластинку в дребезги Но есть еще две пластинки Паундер пытался найти оставшиеся копии, но вдовы музыкантов о них и не слыхивали То есть они пропали? Это миф, так думает большинство Выдумка, сказка, придуманная Паундером А почему ты в это веришь? Я верю, потому что держал эту пластинку в руках Так вот Такие пластинки не стоят ни гроша Все переводится на компакт-диски Звук на CD гораздо лучше, он цифровой За цифрой будущее Звучание такое, будто вы в одной комнате с музыкантами Да, к тому же я слышал, что CD вообще неубиваемые Хранятся хоть сто лет Пройдет век, а диск как новенький На ручку не садись Простите Что ж, эти пластинки принадлежали моему мужу Я смотрю телевизор Да, я люблю сериалы Я смотрю Фелкон Крест и Мэтлока Обожаю 227, аминь Моя подруга смотрит закон Лос-Анджелеса Но там слишком много секса, а это возмутительно Знаете что, я могу избавить вас от этого хлама Если хотите, миссис Уокер В комнате станет просторнее, светлее Я люблю, когда посветлее Да, включить свет Нет, мне так нормально У вас светло Ты хороший Ты мне даже нравишься Я вам нравлюсь Можно сказать Вы мне тоже Слушай, если бы это зависело от меня, я отдала бы тебе все пластинки прямо сейчас, правда Но сначала поговорю с сыном Я не могу отдавать вещи его отца, не посоветовавшись, понимаешь? Конечно Хорошо Мой сын Рэймонд живет недалеко от Баттон Руж в Блэкмане Так вот Я позвоню ему вечером Приходи завтра, ладно? Завтра? Завтра Не вопрос Хорошо Хорошо Отлично Да Черт, это Джимми Кейн Болдуин В квартире у одной старушки? Брехня Просто брехня У тебя все брехня Заткнись, придурок В этом Чикагском болоте у тебя уже крышу сносит Нет, 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 нет Ничего подобного Пластинку Джимми Кейна Болдуин и смерть «Где твоё жало?» я сегодня держал в руках Ладно И как она звучит? Знаешь что, клянусь Завтра в это же время я дам тебе послушать эту песню прямо по телефону Будь на месте Офигеть Алан Опять упарился? А у меня сюрприз У нас новый друг Пол, это мой новый друг Алан Привет, Алан Да Алан Пол тоже любит старые пластинки, представляешь? Надо же Да Он держит магазин пластинок за углом Знаешь, мы разговорились Я сказала, как преобразился этот район с тех пор, как пришёл мэр Вашингтон, правда? Ещё как Да, да, да Слушай, забыла принести тебе чайку Я сейчас Ладно Спасибо Сейчас Что ты здесь делаешь? Я сейчас попытался украсть у неё эти прекрасные пластинки И у меня, и у моего сообщества Что ты милишь? Я ничего не крал Тем более у тебя Все пластинки на гайд-парк твои Что? Я не про это сообщество А про моё Сообщество чернокожих Боже Сообщество чернокожих Ты смеёшься? Ты всё? Ну да Тогда послушай меня Белые хотят прийти на всё готовое и украсть интеллектуальную собственность чернокожих Пользуясь их положением, пытаются завладеть тем, что сами создать не могут Кражу этой женщины наглядно это показывает Вот что Держи, Аллен, вот твой чаёк Спасибо Да Спасибо Вот так Ой, забыла салями Ну вот Я так люблю пряную салями Вот да Ты тоже Обожаю Я тебе принесу Отлично Сейчас найду Ладно Я тебя понял Я пришёл сюда не драться Тут полно пластинок для двоих К тому же она пока не разрешила забрать их Советуется с сыном Вот именно Она поговорит с сыном, и мы всё поделим Ладно Первую выберу я, а следующие пять ты Не пойдёт Ах ты, сукин сын Джимми Кейна Болдуина Смерть где твоё жало Ты у меня не заберёшь, училка Уступи мне во имя всего святого Ты не узнал бы о ней, если бы Дэн меня не сдал Гнусный вор А ты паразит А вот и салями Миссис Уокер, это мистер Эпстейн Откройте Кто-то пришёл А, это хозяин квартиры Милый, ты не мог бы открыть ему дверь Прошу, Аллан Это ты Знаю Открой, сынок Проклятье О, мистер Эпстейн Какой приятный сюрприз Да Эти два молодых человека Мои новые друзья Мы ждём звонка Реймонда Вы же знаете Реймонда Вот мы сидим, попиваем чаёк с салями Присоединяйтесь Нет, спасибо Объявили об опасной жаре Я пришёл вас проведать Да, а ещё я принёс новый фонарик Вдруг опять свет отключат Аллан, возьми, пожалуйста, фонарик Да, вы просто молодец Что ж, пока кондиционер в спальне работает, я справлюсь Верно? Да В жару советуют погасить свет и задёрнуть шторы Если что, звоните У вас есть мой номер? Вы сами знаете, что есть А ещё эти молодые люди за мной присмотрят, да? Точно Да До свидания До свидания, мистер Эпстейн Вы очень заботливы, спасибо Ах, да, чуть не забыла Я вчера говорила с Реймондом Я рассказала про вас, про пластинки Он начал вспоминать своего отца И так расстроился, что я велела ему идти спать Позвонит завтра В общем, похоже, вам придётся зайти завтра, если не затруднит Меня совсем не затруднит Хорошо, устроим вечеринку Вы просто замечательные Можно мне в уборную? Конечно Знаешь, где она? Да Вот блин Что за хрень? Училка Похоже, перед нами стоит дилемма Если бы не я, ты бы уже удрал с пластинкой Но я здесь Я стою над тобой Старушка ничего не заметит Ты бы даже оставил 10 баксов, чтобы загладить вину Вставай Давай мы её поделим И как мы, по-твоему, её поделим? Будем передавать пластинку из рук в руки, как разведённые родители ребёнка? А, понял Будем встречаться в Макдональдсе по субботам и там меняться Я просто размышляю Можешь не размышлять Потому что я знаю, о чём ты думаешь Я знаю тебя, училка Ты коллекционируешь не за тем, чтобы обладать А чтобы лишить этого всех остальных Хорошая пластинка, как женщина Её не хочется делиться Помнится, ты сказал Пластинки, которые я втюхиваю, ничего не стоят Эту пластинку я втюхивать не хочу А тебе доставит удовольствие только то, чем я тоже хочу обладать Поэтому Нам пора устроиться поудобнее Гренада, штат Миссисипи Алан Ал Привет Да Кажется, мы в Канзасе Ну ладно, пусть будет Теннесси Да, он сказал, мы должны приехать вовремя, так что Да Да, всё в порядке Да, я поняла Я скоро перезвоню, пока Как всё изменилось с появлением мобильников Боже Я думала, ты спишь Я спал какое-то время Я называю это «Призаснуть на уроке» Трюк, которому я научился, преподавая в школе Во-первых, отдых А во-вторых, можно узнать, что ученики делают, когда учитель не смотрит В тюрьме такой навык тоже пригодился бы Наверное Извини Трюк, которому я не могу Субтитры сделал DimaTorzok Может, сходишь в уборную? А я тут присмотрю Точно Может, сходишь домой? Потерплю, спасибо Миссис Уокер? Миссис Уокер, это мистер Эпстейн Похоже, будет еще жарче Я в магазин Вам что-нибудь купить? Черт, позвоню на работу Как хорошо работать на себя У меня на двери табличка Буду через пять минут, но можете меня подменить Вообще-то, это дает немалое преимущество Да уж, всем плевать, если ты исчезнешь Здравствуйте, это Алан Томас Я ужасно себя чувствую Не знаю, наверное, тепловой удар или обезвоживание Все пересохло Горло просто дерет Я не могу прийти, простите Понимаю, класс мне доверяет Я знаю Хорошо, спасибо Большое вам спасибо Спасибо Что ты делаешь? Просто любуюсь Черт, аз два Ах ты сукин сын Неплохая пластинка 99 Блюз, на обороте Колд Вумен Блюз Даже ты не станешь отрицать, что она редкая Если бы не нашли Джимми Кейна Мы подрались бы из-за нее Она стоит несколько тысяч Зарплата за целый семестр Бери прямо сейчас и иди Я не сдам Заткнись Заткнись Во-первых, это я его нашел Во-вторых, пошел ты, Пол Куда положил Джимми Кейна? Это лучшее предложение Ведь я продержусь дольше Как только ты заснешь Или пойдешь в сортир Мы с Джимми Кейном удерем Я вызову полицию Они придут в магазин и арестуют за кражу Да ну Я буду все отрицать Никто не верит, что запись существует А старушка даже не знает, что она у нее есть Как украсть то, чего вообще нет Но тебе не удастся ее продать Пока я жив Я ее и не продам Я хочу, чтобы она тебе не досталась Урод Да Ладно, я в туалет Полтора дня не писал, так что Если позволишь Что ты делаешь? Ты поставил ее на полку, я знаю Я просто переберу все Буду вынимать одну за другой Вперед Как приятно помочиться Кажется, я немного вздремнула Боже мой, как тут жарко Ребятки, хотите еще чайку? Нет А я не против Хорошо Отлично Я заварю Я помогу, миссис Уокер Да, спасибо, дорогой Мне жарче, чем яйцам Борова в грязной луже Сделаем вот так Это помогает Холодное полотенце Ты обо мне так заботишься Она где-то здесь Это просто нечто Спасибо, дорогой Спасибо Не за что Как хорошо Это отвратительно Давай, Пол Возьми пластинку Слабо Алан Иди к нам Я любуюсь видом из окна Да Здесь приятный район Нам повезло Знаешь, можно выбрать дом Но нельзя выбрать соседей Нет, нельзя Невозможно А что здесь делает моя подушка? Подними, пожалуйста Да, подними-ка Да Да Подними И эту тоже И еще эту И за что же белый фанат черной музыки попал в тюрьму? О чем ты? Ну, у тебя служебная куртка и джинсы Кельвин Клайн И что? А если учесть, что у тебя нет ни телефона, ни айпода Я делаю вывод, что ты был выключен из жизни А может, я старомодный лудит? Я знаю, потому что мой отец сидит в тюрьме И я сейчас еду к нему К тому же У тебя такой вид У меня такой вид? В общем, да Да Все равно, я этого не делал Чего? В чем меня обвинили? Что ж Все было очень вкусно, миссис Уокер Бесподобно Спасибо Лизаблюд В смысле, Пол? Я что-то не понял Ты хочешь сказать, что еда у миссис Уокер невкусная? Нет Вообще-то Это лучшее рагу из телячьей печени Какое я когда-либо ел Ты просто говоришь глупости А для тебя это тоже лучшее рагу из телячьей печени в мире Потому что раньше ты никогда не пробовал рагу из печени Бросьте, мальчики Между вами так много общего Вы как братья, если не смотреть на внешность Не то что Говард и его брат Они были совсем разные, кроме одного Оба любили музыку Господи, Говард всегда говорил Музыка Это язык всего мира Да А его брат был музыкантом Боже, как он играл на трубе Он себя называл трубач Он играл на многих, многих пластинках, которые записывали на студии Цицера Да Мне неприятно это говорить Но мой деверь Пристрастился к дьявольскому зелью Он покончил с собой Но Говард не верил Он говорил, каким бы ни был его брат Он никогда бы такого не сделал Это очень печально Так, зачем я встала? А, сделать чайку Так, вы же хотите ещё? О, да Ничто не сравнится с домашней едой Да, ешьте Трубач, который играл на записи Это брат её мужа Боже, она подлинная Да, стопроцентно Будь это подделка, я бы отдал её тебе А не сидел бы здесь третий день Как будто ты на глаз можешь отличить А вот я не знал Но сейчас на меня дошло Так Что будем делать? Потому что зуб даю Она и не собиралась звонить сыну Ей нравится, что мы тут торчим И какой выход? Просто я уже не могу продолжать в том же духе Вот именно Господи Что? Почему мы не попробовали? Что попробовали? Послушать? За этим безумием взапали борьбы Мы даже не попытались послушать А значит, я должен достать пластинку Было бы логично послушать её Отвернись, я достану Я не стану Какая теперь разница? Просто это был отличный тайник А чёрт с ним Чтоб меня Так просто Осторожно У тебя это не пугает? Крики и так далее Я в это не верю Но придумано ловко Кто-то слышит, кто-то нет А вдруг это правда? Вдруг ты услышишь, испугаешься и прыгнешь в окно А я нет и буду дальше попивать чаёк Или наоборот Да что с тобой? Стой! Там нет иголки Головка сломана Ты мог всё испортить Проклятье Господи Так что ты забыл в Баттон Рош? Помнишь пластинку Джимми Кейна Болдуина? Я еду за ней в Луизиану Ты едешь до самой Луизианы ради пластинки А что в этом такого? Просто... Ты только вышел из тюрьмы И сразу поехал за пластинкой Это странно Есть идеи получше? Да, идей пять или шесть Может у тебя там девушка, например? Да? Она тебя ждёт? Круто Парень, готовый продать пластинку Отдаст её лично в руки Он сейчас там Слушай, Алл, а ты долго сидел? Я не хочу это обсуждать Можно ещё один вопрос? Спрашивай Но если это про тюрьму Мне нечего сказать Почему? Об этом нечего рассказывать Ты изменился? В каком смысле? Ну не знаю Типа в тюрьме Человек становится тем, Кем его считает система Ты сказал, что не делал Ничего плохого Того, за что тебя посадили Так и есть А теперь Сделал бы? Надеюсь, нет Есть идея Училка Училка Чёрт возьми Куда собрался? Ты ниндзя? Да Я должен услышать Есть там крики Или нет? Нет Пойдём со мной в магазин Ты с ума сошёл? Там градусов 50 Ну и что? Это же Джимми Кейн Болдуин А миссис Уокер? Подопрём дверь Или возьмём ключ Не успеет проснуться, как мы вернёмся Чёрт Что это? Что-то взорвалось Да, спасибо Наверное, генератор Идём в Блю Сайленд Послушаем и вернёмся Ты ведь тоже хочешь послушать? Один разок Один Один разок А это зачем? Подсули ты под дверь, дурак Так Не заляпай пластинку своим потом Эй, я тебя обману Ах ты, сукин сын Ублюдок Ты не можешь меня догнать Господи Красава Эй Красава Пол Чёрт Что это за хрень? Всё хорошо? Было Пока я не увидел твою рожу Я вернусь в квартиру Подожду, пока миссис Уокер проснётся Тот, кто уйдёт с пластинкой Сделает это с честью Вот слушаю я тебя, бро А думаю только о рагу из печени О, чёрт Проклятая сигнализация Бери фонарик Что ты делаешь? Не могу, надо и яйца проветрить Ну ладно, чувак Стой Что? Слышишь? Что? Она не храпит Она всегда храпит Проснулась Чёрт Бродит в ночи Здесь её нет Что делать? Проверим в спальне? Нет А вдруг ей плохо? Вот именно Вдруг Чёрт Плохо О, чёрт Господи Чёрт У неё кровь из головы О, чёрт Господи Она мертва? Господи, как так случилось? Это жара Она выпила столько чая Захотела в туалет Но не смогла встать Она звала тебя А ты бросил её Потому что не мог позволить мне одному послушать запись Ты её бросил Она не смогла сориентироваться в темноте И напрасно звала тебя А потом упала Запнулась ногой И разбила голову об этот столик Зря стараешься, детектив Не сваливай на меня Я просто сказал Это ты её убил? Я? Когда? Пока я спал Но ты не спал Когда я заснул Ты зашёл сюда И убил её Чтобы удрать с пластинкой И бросить меня Что? Может, ты хотел позвонить в полицию? Это смешно Ты издеваешься Подождём результатов вскрытия Что? Погоди, погоди Нельзя звать полицию Придётся Она мертва Это бросит тень на нас обоих Мы её не убивали Это несчастный случай Но что подумают люди Которые ничего не знают о пластинке? Что она для нас значит? Мы провели в её доме четыре дня Чёрт! Нас не видели ни друзья, ни родня, ни коллеги Нам никто не поверит Скажут, тут замешаны деньги И едва эта мысль придёт им в голову Нас назовут убийцами К гадалке не ходи Нельзя рассказывать, что мы здесь были Чёрт, а ты прав О пластинке нельзя говорить Она слишком ценная Это мотив преступления Ладно Хорошо Мы уходим прямо сейчас Позвоним в полицию из таксофона Разойдёмся по домам И никому не расскажем А пластинка? Оставим здесь! Ну уж нет Пластинку оставлять нельзя У нас больше не будет шанса её послушать Такое выпадает раз в жизни Если её бросить, она начнёт смердеть Отнесём в ванну Ты раньше так делал? Да В детстве нас, чёрных, учили, как спрятать тело Бери её за ноги А почему я? Ты рядом с ногами, вот и бери Я не могу за ноги У меня был неудачный опыт Не будем об этом Бери за ноги Я тоже не люблю ноги Пошёл ты, я сказал первым О, чёрт! Что? Что такое? У неё одна нога Блин Господи Поворачивай Куда? Направо от меня Направо Так? Да, да Давай Найди лёд, чтобы обложить её Легко Попросим у соседей в самый жаркий день в истории Нет, что-нибудь придумаем Готов? Голова Ладно, пошли О, чёрт! Осторожней с головой Наполним ванну водой Это зачем? Сдержать запах Сделать вид, что утонуло Что? Аннилуйя Ты совсем спятил? Спасибо, что разделил со мной столь интимный момент Кстати, можешь не торопиться Да Спасибо, миссис Уокер Что это? Активатор Что активирует? Это типа Как мусс для чернокожих Господи Ладно Может попрыскать Духами и освежителем? Это отобьёт запах Ладно Поищу освежитель А ты останься и найди духи Одного не пущу Вот Проблема в том, что ты мне не веришь Потому что я чёрный Ты в глубине души расист Я о тебе не верю Потому что знаю Убери свои грязные руки Он яйца трогал Почему пластинка так важна нам? Что? Пол До чего мы дошли? Ты представь Почему эта пластинка так нам нужна? Женщина умерла А мы не можем сделать всё как надо Не можем позвать полицию Вызвать скорую Я не понимаю, как эта пластинка Которую, как говорят, проклял дьявол Которую я даже не слышал Заставила меня поселиться в квартире Хромой старухи Не понимаю, почему я не сплю Ради чего отказался от своей жизни? И это ещё не всё Смотри, у нас в ванне труп У нас в ванне труп А я всё равно думаю только о пластинке Чёрт Миссис Уокер Миссис Уокер, как вы там? Скажите, что всё хорошо Миссис Уокер А вчерашние молодые люди, друзья вашего сына Ещё у вас? Миссис Уокер Миссис Уокер, это мистер Эпстейн Чем у вас пахнет, миссис Уокер? Почему цепочка на двери? Ну всё Сейчас сюда придут Полицейские Не сидеть же здесь вечно Хорошо Что нам делать? Остаться здесь и попробовать объяснить? Или просто дать дёру? Да По чёрной лестнице Да По коридору, чтобы не увидели Сейчас вернусь Стой Ты куда? Эй, я тут подумал Стой, стой! Да Жри его Чувствуешь? Это блюз На, жри 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 Добро пожаловать в Баттон Руш Мы прибыли на конечную остановку маршрута 1359 Для тех, кто едет дальше в Плакимин Ваш автобус отправляется в 1105 Ты не идёшь? Далеко до Плакимина? Ну, километров 25 Господи То есть, я два часа буду ждать автобус, чтобы проехать 25 километров? Так мне вовремя не добраться Арендуй машину Точно Так и сделаю Где здесь аренда? Наверное, у тебя потребуют права Твои когда просрочены? Году в 89-м? Может, тебе нужно попутчиться? Ты серьёзно? Да, ты ведь едешь покупать ту самую пластинку На которой призрак убитой женщины кричит А мне внезапно захотелось её послушать Ну, идёт? Да, идёт Точно? Да, конечно, почему нет? Круто Но у меня встреча У тебя тут друзья? О, Аллен! Привет! Как я рад тебя видеть! Я так рад, что ты вышел Слушай, я разболтал тогда по телефону Но должен сказать, что бесконечно жалею о том, как всё получилось Если бы я не проговорился полу, всё сложилось бы иначе Дэн, ты не виноват Я думал об этом каждый день И никому не сказал ни слова То есть, с тех самых пор Двадцать лет я держал рот на замке Я это ценю Я присматривал за бизнесом Делал всё, что мог Спасибо Прости, это Ванесса Это Дэн, бриллиантовый пёс Привет Привет Просто Дэн Дэн, очень приятно А вы давно знакомы с Алленом? Недавно Примерно 19 часов, верно? Прекрасно Да Что ж, парень Удачи тебе Спасибо, я позвоню Хорошо Береги себя Ладно Отлично Да Пока А что в сумке? Сделка Локемин, штат Луизиана Что теперь? Мы рано Странное место для деловой встречи Ты так и не рассказал мне об этом парне? Как ему досталась пластинка? А в этой сумке много документов на подпись? Сколько он за неё хочет? Не могу понять, почему я тебя взял Потому что ты, старик, только вышел из тюрьмы А я молодая женщина, о которой ты мечтала ещё тогда, когда пялился на мой зад на вокзале в Вэффингеме Я бы не купил пластинку у того, кто в теме Ты проделал такой путь, чтобы облапошить лузера? Этот тип думает, что облапошит меня Супер То есть мы облапошим мошенника? Вроде того Здорово Этот чувак недавно завладел большим количеством пластинок Он хочет продать их, пока может ими распоряжаться В общем, я назову ему четыре пластинки Одна из них – Джимми Кейн Болдуин, о котором он даже не слышал Потом я отвезу тебя туда, куда ты направлялась И поеду домой А где твой дом теперь? Я ещё сам не знаю А вот и наш парень У него ужасный костюм Да Мистер Грум Да? Не знаю, как хранятся эти пластинки Но мне потребуется время, чтобы найти нужную Я полагаю, ты найдёшь её быстрее, чем ты думаешь Приехали Вот ублюдок Глазам не верю Он позвал и тебя? Я вышел на два дня раньше Как ты меня обогнал? На самолёте Господа, господа Я пригласил вас с добрым намерением Судя по протоколам вашего процесса, которые я читал, вы оба заинтересованы в покупке Я сделал вам одинаковое предложение Выбрать по пять пластинок из тысяч Рэймонд Уокер не составил описания Эта задача на мне Десять пластинок можно изъять из собрания Никто не заметит Но Я сделал вывод Что раз каждый предложил немалую сумму за возможность То Вероятно, вас интересует не пять пластинок Вам нужна лишь одна Да Вероятно Вот это Вот ублюдок Ты встретил юную вертихвостку в богом забытом поезде? Или как ты там добирался? И в твою тупую белую башку ни разу не пришла мысль Что такая красивая тёлка Никогда бы не связалась с тобой просто так Ты совсем идиот? Так, Пол, остынь Аллен Прости, что огорчил Но не вините Ванессу Ей надо отдать долг за отца, который в тюрьме Итак, за дело Вы принесли наличные? Двадцать тысяч Но сделки не будет О Аллен, а ты как? Если я не уйду с пластинкой, ты ничего не получишь Что ж, надо кое-что прояснить Видите ли, я изучил вопрос И понял, что эта пластинка даже не существует Но если она всё же есть Она стоит намного больше двадцати тысяч долларов Поэтому Я оставляю её себе Да ну, урод Двадцать лет тюрьмы И всё зря Погоди, а если мы привлечём тебя за хищение и растрату имущества? Да За присвоение госсобственности Ну, думаю, офицер Фрай этого не допустит Учитывая, что он может найти причину арестовать двух уголовников из другого штата Например, за... Ну, не знаю, за что угодно За что захочу Деньги Ну, что ж Полагаю, на этом закончим Приятно было иметь с вами дело Добро пожаловать Постой, Линкольн По-моему, надо послушать эту пластинку Убедиться, что она подлинная Ванесса, о чём ты вообще? Как я найду проигрыватель в этом бардаке? Среди этих коробок должен быть проигрыватель Да Я там видел пару проигрывателей Может, они неисправны Мистер Грум Раз вы забрали наши деньги Позвольте послушать пластинку Да, что вам стоит, раз вы нас надули? Хорошо Офицер Фрай, найди проигрыватель Ванесса, найди розетку Побыстрее Розетка здесь Не знаю, по мне она подлинная Да что ты понимаешь Ради бога, осторожнее Заткнись, придурок Если ты хочешь Не работает Вот хрень 60 оборотов? Диск заело Мне не нравится, что он её держит Потому что я могу удрать Ванесса, дай мне сумку Вот Двигатель установлен в нерабочее положение Так Видишь, всё просто Готов, красава Давай, училка Субтитры создавал DimaTorzok Что это за звук? Что это за звук? Выключи! Выключи пластинку Чёрт! Выключи! 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 Нет Выключи! 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 Нет, стой, тише Линкольн, хватит Выключи! 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 Грум! Выключи! 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 Господи, вот дерьмо. Всё кончено. Звони в полицию. Нет уж, блин. Я беру сумку и сваливаю отсюда. Ты остаёшься? Чёрт. Блин, что это было? Эй, мне ужасно жаль, что так вышло. Я не... Понимаю. Идём. Чёрт. Не подбросите? Открыто! Напугал меня до смерти. Господи, Пол. Давай, садись вперёд, садись. Надеюсь, нам по пути. По пути? Да. Мы же в чёртовой Луизиане. Нам везде по пути. Эй, какую часть ты хочешь? То, что побольше. Сам знаешь, щедрость не моё. Тебе полегчало? В каком смысле? Ну, от того, что всё кончилось. Кажется, да. Оставить на складе пару трупов и после 20 лет в тюрьме получить пол разбитой пластинки – это облегчение. Да, но... Мы её всё же послушали. И хотя пластинка разбита, наша погоня закончена. Она была для меня всем. Для меня тоже. Запись хорошая. Да. Если любишь такую музыку. Ну, ладно. Грум был жадной сволочью. Он бы удавил свою бабушку всего за пять баксов и варёное яйцо. Ты хороший, Аллен. Нет. Нет. Я всегда был плохим. Может, теперь смогу исправиться. Зачем? Зачем быть хорошим? Почему теперь? Ладно, пока ты раздумываешь, пойду смою кровь со своей сумки. Кстати, не можешь пока подержать вот это? Просто не хочу замочить её. Пока мою сумку. Эй, не хочешь скиттлс? Или лимонада? Смерть, дубль три. Режиссёр Скотт Смит. Автор сценария Скотт Смит и Кевин Гилфойл. Идея Кевина Гилфойла. Продюсеры Жаклин Джей-Джей Ингрэм и Диана Купер. В ролях Гранд Розенмейер, Рональд Эл Коннор, Челси Таварес, Клем Ченк, а также Стив Гутенберг, Анна-Мария Хорсфорд и Джон Ловиц в роли Линкольна Грума. Оригинальная музыка Зе Бонс оф Джиар Джонс. Оператор Николь Уайтекер. Монтаж Аарон Кизер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Yeah DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok